Порше Каен звучит настолько заманчиво для российской молодёжи, что зачастую отговаривать их от покупки этого дорогого кроссовера ну просто бесполезно. Они летят в мегаполисы, где продаётся и эксплуатируется наибольшее количество Каенов, как бабочки на свет. И лишь после покупки, через некоторое время, они осознают, насколько сильно они обожгли свои крылышки. А ведь с этим десятилетним Каеном ещё как-то надо жить. Кроссовер Порше Каен первого поколения, созданный на общей платформе с моделью Volkswagen Touareg, дебютировал в 2002 году. Специалисты фирмы Volkswagen принимали самое непосредственное участие в создании Каена вместе с инженерами из Штутгарта. От Touareg Каену наследовал конструкцию шасси и силовую структуру кузова, а также некоторые моторы. Салон автомобиля выполнен в лучших традициях Порше. Много качественной кожи, непосредственно с тиснением логотипа фирмы, вспомогательные системы и электронные настройки. Спустя год после презентации первых двух модификаций, модельный ряд пополняется ещё одним вариантом внедорожника, более доступным по цене, благодаря в первую очередь наличию под капотом V-образной Volkswagen шестёрки объёмом 3,2 литра и увеличенной специалистами Порше мощности до 250 сил. К концу 2003 года покупателям представилась возможность выбора механической коробки передач для моделей Каен и Каен-С. Однако модель Турбо продолжала выпускаться исключительно с автоматической КПП. В 2006 году модельный ряд внедорожников Порше пополняется Каен Турбо-С. Данная версия является самой мощной из всех предыдущих моделей. В 2007 году на рынках появляются обновлённые версии Каена. Рестайлинг, хотя и не сильно выраженный, пошёл внедорожнику на пользу. Кузов прошёл частичную переработку, но не потерял своего стиля и остался легко узнаваемым. В 2010 году появилась новая модель. Самый базовый мотор, здесь язык не поворачивается назвать слабым, это В6. 3,6 литра, 290 лошадиных сил. Но в основном у Порше ценятся моторы В8, а из них самый маленький – это 4,5 литра, 340 лошадиных сил. Он также бывал в более высокой степени форсировки и тогда выдавал уже 405 лошадей. А кому и этого будет мало, может взять мотор ещё немного помощнее. По объёму он 4,8, а по мощности – это 500 лошадиных сил, либо 550. Дизель был только один – это трёхлитровый В6 240 лошадиных сил. И то он пришёл на закате этого поколения Каена. В6 – это фольксвагеновский мотор. Его вы можете встретить, например, на Туарегах. Все же остальные силовые агрегаты разрабатывались непосредственно Порше. У этого мотора 3,6 были проблемы с цепным приводом газораспределительного механизма, а точнее со звёздочками, по которым ходит цепь. Однако же эти проблемы покажутся вам просто детским лепетом по сравнению с тем, что бывает с В8. Но начать нужно с того, что все патрубки системы охлаждения изначально у этого автомобиля были пластиковыми и не выдерживали ни наших погодных условий, ни вот этих горячих моторов. Очень быстро, а точнее тысяч через 30, эти патрубки приходили в негодность, из-за чего и происходил перегрев двигателя. Купить новые оригинальные и заменить их не имело никакого смысла, потому что история очень быстро повторялась снова и снова. И самым лучшим выходом было поставить от наших русских умельцев точно такие же патрубки, только алюминиевые. Невозможно спорить с тем, что эти моторы просто в великолепной поддаче. Машина едет прекрасно, за это её и любят в том числе. Но также невозможно спорить с тем, что в наших условиях с не очень хорошими и не очень качественными горюче-смазочными материалами, а также с погодными условиями, а также с постоянными пробками и перегревами, у этих моторов постоянно происходили серьёзные проблемы. И одна из самых частых – это задиры в цилиндрах. Также одной из причин задиров называют и холодные пуски, когда очень холодная машина запускается и некоторое время работает с слишком густой смесью. В таком случае дилеры лишь разводят руками и предлагают новый силовой агрегат. Можно купить контрактный, сэкономив, но это очень рискованный вариант. Сколько ресурсов у этого двигателя вы никогда не узнаете. И тогда на помощь снова приходят наши российские руки, благо моторы ремонтопригодны. Владельцам Каенов, к сожалению, хорошо известно печальное понятие гильзовка. Дёшево не будет, но всё равно будет намного дешевле, чем новый мотор. А главное – в дальнейшем вам не страшны никакие проблемы с задирами в цилиндрах. Выглядит это следующим образом. Сам цилиндр растачивается, и внутрь вкладыш ставится уже чугунный или алюминиевый. На этом фоне выход из строя лямбдозондов, свечей, катализаторов покажутся вам просто детскими шалостями. Но пошалить, как известно, на Каене будет стоить дорого. Поэтому тот же катализатор, когда он выходит из строя, просто вырезают. В идеале, в идеале я бы взяла дизельную машину, но, к сожалению, они пошли только с 2009 года. И здесь малым бюджетом, например, в полмиллиона рублей, ну никак не отделаешься. Хотя дизель хорош всем, в том числе и малой мощностью. Не придётся платить бешеный транспортный налог. В теории на Каенах две коробки – шестиступенчатая механика и шестиступенчатый автомат. Механику на нашем рынке не встретишь, а если и вдруг вам попадётся такая машина, лучше отказаться от покупки. Так как сцепление у столь мощного и тяжёлого авто просится под замену каждые 20-30 тысяч, а стоит очень недёшево. Правда, проблемы с автоматом тоже не шуточные, а по деньгам, как и всё у Порши, дёшево не будет. Одно из самых частых явлений у этих коробок передач – текут сальники. Что же касается масла, по регламенту производителя его вроде бы не нужно менять. Но если у вас коробка выходила из строя в течение гарантийного периода, то вам ещё везло. А что, если она выходила из строя сразу после окончания гарантии, а это, к сожалению, происходило часто. Например, сейчас новая коробка передач стоит дороже, чем сама вот эта вот машина. Основная проблема была в том, что изнашивались фрикционы и выходил из строя гидроблок. Здесь основной проблемой являлось разрушение подшипника карданного вала, что в итоге вело к проблемам с самим валом. Ломались редукторы и выходили из строя моторчики в раздаточной коробке. По салону 10-летний Каен, к сожалению, красивым уже не будет. Былое великолепие, конечно же, потеряно. Везде маленькие царапины, некоторые кнопочки запали, и это ещё наша машина в хорошем состоянии. Когда она в среднем или в плохом, на кнопках активно начинает слезать краска. Блок управления стеклоподъёмниками постоянно даёт сбои, и стёкла либо перестают опускаться, подниматься, либо, что хуже, вообще выпадают вниз, внутрь двери. Наша машина в относительно простой комплектации. А вот если есть панорамный люк, то он очень быстро, буквально через 3-4 года эксплуатации, становился головной болью у владельцев. Потому что он заклинивал, да ещё и подтекал. В арсенале Каен постоянный полный привод с блокируемым несимметричным межосевым дифференциалом и понижающая передача. Подвеска полностью независимая. Впереди на двойных поперечных рычагах, сзади многорычажка. Большинство подержанных Порше Каен оснащены пневмоподвеской. Обычно, когда у подержанной машины есть пневмобаллоны, это бомба замедленного действия, причём очень дорогая. Но здесь сами пневмобаллоны в металлических корпусах, поэтому они большой проблемой не являются. Зато вот датчик положения кузова как раз-таки проблемой является, потому что он выходил из строя очень часто. И из-за этого в дальнейшем постоянно работал компрессор, потому что он не понимал, в каком положении находится кузов. И в результате сам компрессор выходил из строя. Но также компрессор постоянно может работать, то есть подкачивать, в случае, если действительно прохудился какой-то из пневмобаллонов. Дорогим удовольствием у этой машины является замена колодок и дисков по кругу. Причём делать это в основном приходится достаточно часто, в зависимости от мощности автомобиля. Иногда у некоторых мощных каенов колодки и диски приходилось менять чуть ли не раз в 30 тысяч. Втулки и стойки стабилизаторов здесь служат достаточно средний пробег. То есть, например, раз в 30-40 тысяч стоит менять втулки, а стойки живут и того подольше. Далее, ближе к стамбе, скорее всего, попрощайтесь с айлент-блоками рычагов и шаровыми опорами. И, кстати, здесь в задней подвеске рычаги идут вместе с шаровыми опорами. Каен отвечает всем существующим требованиям относительно любых видов защиты от ударов, включая фронтальные, боковые, диагональные и задние удары, а также защита от переворачивания. Кузов имеет структуру с тройной обшивкой. Сваренная лазером крепкая конструкция обеспечивает исключительную жесткость и защиту пассажиров, в особенности благодаря чрезвычайно крепким крышей и стойкам. Система боковых и поперечных элементов в передней части автомобиля помогает перенаправить энергию удара, которая поглощается трехсекционной зоной деформации, защищая салон. Каен автомобиль сложный, он полон электроники. И то те, то другие датчики здесь постепенно начинают сбоить. Машина становится просто головной болью владельца. А вот что не должно доставить никаких хлопот, так это состояние кузова. Конечно же, если не было низкокачественного кузовного ремонта. Дело в том, что кузова Каенов очень редко ржавеют. Отличное качество и металлые покраски. Покупая такую машину на вторичном рынке, очень важно рассматривать не только техническое состояние, но и правовой аспект. Дело в том, что Каены очень здорово угоняли и угоняют до сих пор. Также с них с удовольствием воруют кузовные элементы. И самый частый из них – это оптика, фары. Такой автомобиль вы можете купить за 300 тысяч рублей. Да, сейчас такое возможно. Вот только что дальше делать с этой машиной? Нормальный Каен, который не будет доставлять вам сплошь одних хлопот, стоит не меньше миллиона. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...